В ответ на ваш вопрос можно сказать вот что. Нет никаких правил, которые разрешают или запрещают, общих правил нет, посещать какие-то собрания. Если только собрание не объявлено закрытым, тогда, естественно, скажем, только для членов клуба, только для членов сообщества, тогда оно закрыто. Но если он открытый, каждый может прийти. Теперь, это общее правило. Но конкретно могут быть правила в самой организации. Например, объединение женщин во имя там улучшения положения в детских садах или там в школах и так далее. Женщины объединились для чего-то. Так зачем мужчина должен прийти туда неприглашенный? Он может прийти в качестве лектора, в качестве помощника, но не может просто так прийти. Или наоборот. Каждая организация имеет свои правила, задачи и все, что угодно, и не надо это нарушать. Поэтому конкретно в вашем случае, если никто ничего не спрашивает, ничего не говорит, не видны какие-то законы, можете ходить. Если вы знаете, что могут быть проблемы, подойдите к руководству, это руководитель или кто-то заместитель его или тому подобное. И спросите, могу ли я, у меня нет доказательств, что я еврейка, но могу ли я присутствовать на ваших собраниях. Цель мне интересна, допустим, еврейский народ или что-то такое. Скажет, можете, скажет, нельзя или не надо, не ходите. Потому что правила единого нет. Это я хотел донести до всех. Даже синагога, много раз писал, синагога это дом молитвы для всех людей. Это любой человек может прийти в синагогу без всяких ограничений. Но, есть но, это очень большое. Нельзя туда приходить, привнося туда свое мировоззрение, свои правила какие-то. Категорически, ни в коем случае, никакие регалии или признаки другой религии, книги другой религии, любой религии нельзя приносить. Какие-то правила устанавливать нельзя. Но, если ты пришел в синагогу и находишься там по правилам, люди молятся, ты молишься, люди сидят и слушают кого-то, ты сидишь, люди стоят и молятся, ты стоишь. Вести себя так, как все, это не лицемерие, это не хамелеонство, это правило хорошего, правильного тона. Их должен соблюдать любой человек, еврей или не еврей. Это касается и еврея, которые не знают, что делать в синагоге, первый раз пришел, тоже ни в коем случае, евреи при этом, ни в коем случае, какие-то порядки не наводить, произносить, критиковать или хвалить. Ничего не надо, приди, веди себя спокойно, присматривайся, учись. И к нееврею то же самое, поскольку дом молитвы для всех. Каждый человек может прийти и молиться, а прийти и молиться по христианскому, я не знаю, как это слово называется, молитвеннику так, или там по мусульманскому или по какому-то другому, некрасиво и не надо. Приходи и молись сам по себе, не надо молиться по еврейскому молитвеннику, сам как ты хочешь, так и молиться, потому что это не чужое. Ты сам по себе пришел, имеешь право вносить книги другой религии, некрасиво, нельзя и не нужно. Вот примерное правило здесь я бы хотел сказать. Это больше ничего. Знаете, что, пожалуй, авторе вопрос я скажу. Текст из текста проистекает, что, наверное, есть какая-то связь с еврейским народом. Я не знаю, какие-то предки, не знаю кто, не хочу ничего говорить. Может быть, автор, который подписала здесь, как Ольга Украина, может быть, она даже еврейка по нашим законам, только по нашим. А может быть, совершенно никакая не еврейка, и даже, скорее всего, даже так. Но я не могу сказать ничего. И это не имеет значения. По сути, вопроса я ответил. Еще только хочу добавить, что какая-то связь с еврейским народом, наверное, была. Интерес легитимный, совершенно нормальный. Наш сайт открыт для всех. Все могут читать, все могут смотреть, все могут заходить. И так далее, и так далее, без всяких ограничений. Потому что мы для всех. Мы хотим, чтобы в мире знание росло, а не уменьшалось. Все доброго. До свидания.